Приговор и распяла на кресте, но мы не видим на кресте ни одного слова проклятия, ни одного слова осуждения, даже самим тем людям, которые вбивали гвозди в его тело, он говорил, прости им, Господи, не ведают бы, что творят. То есть пример Христа, вы скажете, ну это же совершенный Бог, да, но его совершенство в том состояло, что он совершенно всеобъемлюще возлюбил каждого человека, и от своего творения, где Бог, а где творение, он получил осуждение и смерть. Как Господь прощает нас? Вот если мы зададимся этим вопросом, наши личные обиды, они покажутся совершенно несостоятельными и даже мелкими где-то, хотя по-человечески, конечно, если посмотрим мы, скажем, вот сейчас неоязычество пышным цветом, да, расцветает, там что-то говорится о прощении? Отнюдь. Там говорится, тебя обидели, ты должен отомстить. До христианские культуры. По сути, вне христианские культуры, они говорят об отомщении, о воздаянии, а только христианство ведь раскрывает тему прощения настолько глубоко. Вот мы знаем, что тема прощения пошла из главной проповеди Иисуса, из Нагорной проповеди. И там есть Отче наш. И я как-то задумался, простите, батюшка, почему Отче наш, а не Боже мой. То есть в этой молитве мы к Богу обращаемся на ты, а к себе на вы, да, и прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим. Вот вы сказали такую фразу, что мы просим прощения у одного, у другого, у людей. Мы просим прощения. И когда просят прощения у нас, не конкретно даже может быть, а у меня просят прощения, как у представителей человечества. И вот я подумал, что в чем оказывается суть христианства. Что я, когда молюсь и произношу молитву Отче наш, а не Боже мой, и тогда бы это звучало, прости мне мои грехи, как я прощаю должнику своему. То есть все на первом местоимении, то тут наоборот, оказывается, когда я молю Бога о своих проблемах, я на самом деле молюсь за всех. И я обращаюсь к Богу, прости нам, долги наши, это я за всех молюсь, как мы, опять же я обращаюсь к Богу, прощаем должникам нашим. То есть, как мы, то же самое, как прощенное воскресенье. Только это прощенное воскресенье у нас, это всеоблище, всеобъемлющее прощение происходит каждый день, потому что молитву Отче наш надо произносить утром, когда ты проснулся, и вечером, когда после всех дел, ты отходишь ко сну. И вот это меня как раз и потрясло, вот это меня и привлекло еще больше в самом христианстве, потому что Бог, Он есть, да, но Бог может быть оформлен различными, оформлен сказал, Бог может быть представлен различными конфессиями. Но вот это христианство, которое, в которое я есть человечество, и Бог через меня человечество прощает, прощает, это действительно чудо. Конечно, конечно. Почему и говорят, христианство соборно. Вот эта соборность, она раскрывается как раз и в молитве Отче наш, и вот в этом всеобщем чине прощения, которые мы сегодня являемся свидетелями в каждом храме, на каждой службе, по сути, ведь на самом деле молитва Отче наш, она неоднократно читается, это за каждым богослужением, вот, и каждый раз человек снова обращается к этой теме, правда мы по своей немощи забываем о вот этой глубине, и мы уже где-то иногда механически произносим, да, не задумываясь о том глубоком смысле, который несет вот тема прощения, вот, ну и дай Господи, чтобы наступающий Великий пост, который мы сейчас все вступаем, он на самом деле явился для нас поприщем прощения, прощения наших грехов, прощения нами немощи ближнего, вот, прощения Богом нас и всего человечества. Я просто думаю, как вы хорошо сказали, когда говорили о Христе, что Он прощал всех, но каждого, даже того, кто ткнул его копьем, он на него не осердился, он тут же его простил, ибо действительно не ведают, что творят, и это вот какая-то, какой-то вот сущность человека, хотя на самом деле кажется, человек, он рождается для радости, в жизни много радости, но получается так, что он, он сам привносит те страдания, от которых сам же и мучается. Конечно, человек является причиной своих нестроений, своих страданий, потому что вот этот извечный вопрос, что делать со злом, которое есть в мире, и куда смотрит Бог. Богословие отвечает таким образом, что Бог зла не сотворил. Зло, а что есть зло? Зло есть отхождение от Бога, отсутствие добра, как тьма, это отсутствие света, холод, отсутствие тепла, и много о чем можно здесь говорить. Человек сам своей свободной волей, он настолько свободен, что он может отойти от Бога, и он подчас отходит от Бога, подчас, а куда он отходит? Он отходит в темноту, отходит в грех, и отойдя от Бога, конечно, ему только на себя нужно пенять, потому что других виновников его печали нет. И я бы хотел еще раз обратить внимание на одну особенность нашей веры. Дело в том, что даже когда вам плохо, даже когда вы испытываете физическую боль, и когда вы обращаетесь к Богу, чтобы Он принес вам облегчение, то более того, на самом деле вы просите о том, чтобы это облегчение пришло не только к вам, но и ко всем другим, всему человечеству, потому что в этот момент можете страдать не только вы, могут страдать ваши близкие, могут страдать ваши соседи, и могут страдать совершенно неизвестные вам люди, даже другой расы и другого вероисповедания. Тем не менее, вы у Бога просите за них, и тем самым человек и есть человек. Человек вот в этом и проявляется человеческая сущность. У Акутагавы Ириножской есть рассказ, когда один разбойник просил Бога, что как бы мне от этих мух адских избавиться. И вот тогда Господь протянул ему паутинку. Он увидел, что этот человек за всю свою жизнь не убил паука. И он протянул ему паутинку на небо, и он полез. По этой единственной паутинке, единственный поступок. И когда он полез, а внизу слышит шум какой-то, он оглянулся, а внизу по этой паутинке за ним лезут еще куча грешников, куча монстров человеческих. Он это заорал, и тогда он на них заорал. «Отставьте, это моя паутинка! Моя паутинка!» В результате она лопнула, и человек низвергнулся в тартарары. Вот поэтому... Да, это очень хороший символ спасения нас. То есть как раз спасение всего человечества. То есть вместе спасаться легче, чем поодиночке. Поодиночке это невозможно. Я вздохнул, потому что я подумал сейчас о наших телезрителях. И сегодня я прошу у них тоже прощения. Простите меня. Простите нас. Бог в помощь, дорогие телезрители. Всем нам на поприще Великого Поста. И на этом вот мы и закончим нашу передачу. Редактор субтитров А.Семкин